Один из пострадавших в результате жуткой аварии в Алматы находится в крайне тяжелом состоянии. Такой информацией поделились в Центральной городской клинической больнице. Сейчас 21-летний пациент подключен к аппарату ИВЛ. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Состояние еще двоих поступивших стабильное. Напомню, ДТП произошло минувшей ночью на проспекте Альфараби. В результате погиб один человек. Подробности трагедии в материале Айданы Нураш. Жуткое ДТП произошло на этой территории. Водитель легковушки не справился с управлением. В результате врезался в опору рекламного щита. Сейчас здесь можно увидеть лишь осколки стекла и некоторые детали автомобиля. В страшной аварии погиб 21-летний пассажир. Он скончался на месте происшествия. Четыре человека, находившиеся в салоне той же автомашины, были госпитализированы. Одного позже отправили на амбулаторное лечение. По словам врачей Центральной городской клинической больницы, сюда попали трое пострадавших. Все они 2001 года рождения. За жизнь одного борются медики. Двое из них в состоянии средней и тяжелой степени тяжести поступили в отделение. Были госпитализированы с диагнозом сотрясения головного мозга, ушибы, мягких каней. Один, к сожалению, поступил к нам в тяжелейшем состоянии, в травматическом шоке, где непосредственно сразу же была оказана помощь. У него очень тяжелые политравмы, травмы грудной клетки с развитием гемопнемоторакса, с ушибом легкого. Было подозрение на ушиб сердца. Удар был такой силой, что автомобиль превратился в груду искореженного металла. Извлечь пострадавших из салона пришлось самим очевидцам, а после к ним подключились и спасатели. По факту ДТП в городском департаменте полиции начали следствие. Водитель автомашины марки Тойота Грация, следуя по проспекту Альфа-Арабио в западном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонный бордюр. Далее по инерции допустил столкновение с автомашиной марки «Шевролет». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Тем временем юристы отмечают, что для снижения количества дорожных трагедий мало ужесточать наказание или грозить водителям баснословными штрафами. Чтобы уменьшить количество смертельных ДТП, необходимо повышать культуру вождения, которой зачастую так не хватает на алматинских дорогах, говорят специалисты. Никакие изменения, дополнения в законодательство по административному правонарушению, по правилам дорожного движения не нужны, так как нам нужно изменить этику вождения, культуру вождения. Это пример тому, что проспект Аль-Фараби у нас снизили скорость от 80 до 60. Однако, скажем, да, по статистике ДТП не уменьшилось. Между тем, только с начала года в городе произошло более 1200 аварий, среди которых были факты с летальным исходом.